7 апреля 2010 года стал одним из исторических дней для Кыргызстана. Одни называют его революцией, а другие – государственным переворотом. В этот день кыргызстанцы свергли тогдашнего президента Курманбека Бакиева. На площади Аллато стреляли в демонстрантов, из-за чего погибло более 80 человек. Пять лет правления Бакиева ознаменовались масштабной коррупцией, кумовством и убийствами несогласных. Но сегодня мы не будем вдаваться в подробности о президентстве Бакиева. Мы расскажем о том, как он и его семья живут сейчас. Начнем с самого Курманбека Бакиева. В Кыргызстане его заочно приговорили к 30 годам заключения за несколько преступлений, в том числе и расстрел демонстрантов 7 апреля. Власти Кыргызстана несколько раз объявляли Бакиева в розыск. Тем временем практически каждый кыргызстанец знает, где находится беглый президент. Бакиев уже 13 лет живет в Минске, куда он бежал после своего свержения. Президент Белоруссии Александр Лукашенко дал ему и его семье политическое убежище. Птица эта гордая, на тебя похоже. Огромное спасибо. Очень трогательно. Подожди, спасибо мне, делаешься. Вот мы все и придем к тебе на день рождения. С удовольствием. Плоу. Ты можешь нам приготовить кирвизский плов? В 2015 году СМИ писали, что Бакиев живет в президентском районе Вестнинка, соседствуя с главными белорусскими чиновниками. Но в 2017 году белорусское издание Тутбай показало предположительно новый особняк, построенный Бакиевым. Тогда сам он говорил, что планирует переехать в дом, который для него строили аж 5 лет. Это здание находится на престижной улице, которую в народе называют улицей банкиров. Однако это не все. В 2020 году журналисты Тутбай по документам госрегистра выяснили, что Бакиев также получил 70 соток земли возле резиденции Лукашенко на Минском море. Так в народе называют Заславское водохранилище неподалеку от столицы Беларуси. Свою старость 73-летний Бакиев проводит значительно лучше подавляющего большинства кыргызских пенсионеров. В 2019 году в сети появилось видео, где беглый президент трапезничает в ресторане премиум-класса в Минске. Тогда же рассказали, на какую широкую ногу Бакиев отметил свой юбилей. На нем выступил солист популярной еще с советских времен узбекской группы Ялла. Бакиев также рассказывал о своем досуге, ежедневный спорт и времяпровождение с детьми. Он заявил, что побывал практически во всех областях Беларуси, выучил белорусский язык и нашел в республике друзей. На какие деньги путешествует и живет Бакиев, точно неизвестно. В 2016 году его вторая, ныне покойная жена Назгуль Толемушева работала директором гостиницы управделами президента Беларуси. А в 2017 году сам Бакиев заявлял, что его жена кормилец семьи, а сам он лишь подрабатывает консультантом. Кого и о чем он консультирует, бывший президент не уточнил. В Минске живет также старший сын Курманбека Бакиева, Марат. Во время президентства своего отца он занимал должность замглавы ГКНБ Кыргызстана. На родине он приговорен к 27 годам заключения. Однако вместо кыргызской колонии 53-летний Марат живет в особняке. В 2015 году белорусская радио «Свобода» рассказала, что это поместье в роскошном районе Раубичи под Минском. СМИ также сообщали, что в Беларуси Марат занялся бизнесом и стал совладельцем загородного клуба под Минском. Журналисты предполагали, что он имеет отношение к поставкам белорусского сахара в Кыргызстан. Журналисты радио «Свобода» также рассказывали, что у Марата есть и офис в центре столицы Беларуси. Но и это не все. В 2019 году издание «Навини» рассказало, что семья Бакиевых может стоять за строительством казино в центре Минска. По данным журналистов, здание строил некий 25-летний Руслан Петров, подозрительно похожий на сына Марата Руслана Бакиева. Дата рождения и резюме обоих Русланов совпадают. Теперь переместимся на запад, в столицу Великобритании. Там живет младший сын Бакиева Максим. Пока его отец управлял Кыргызстаном, Максим был главой ЦАРИИ – Центрального агентства по развитию, инвестициям и инновациям, которое контролировало значительную часть финансовых потоков в Кыргызстане. Суд приговорил Максима к пожизненному заключению за несколько преступлений. Однако он находится на свободе. В 2015 году портал журналистских расследований Global Witness показал поместье, в котором, предположительно, живет Максим. Коттедж расположен в часе езды от Центра Лондона в элитном графстве Сурии. По данным журналистов, особняк с домашним кинотеатром, библиотекой и баром стоил более 5 миллионов долларов. На какие деньги Максим купил это поместье – неизвестно. Однако его бывший финансовый советник Евгений Гуревич в 2018 году заявил журналистам, что семья Бакиевых вывела из Кыргызстана 200-300 миллионов долларов. А еще раньше журналисты-расследователи писали, что за неделю до революции 7 апреля через Азия-Универсалбанк, который был подконтролен Максиму, на подставные фирмы вывели больше миллиарда долларов. Бакиев-младший в Лондоне, видимо, приобщился и к спорту. В 2019 году некий Макс Бакаев победил в столичном турнире по джиу-джитсу. На фотографиях соревнований люди узнали сына беглого президента. Позже их удалили с сайта спортклуба. Кажется, что местонахождение Бакиевых не секрет. Но почему же власти Кыргызстана до сих пор не вернут и не арестуют их? В 2020 году посол Великобритании в Кыргызстане Чарльз Гарретт заявил, что в Кыргызстане власти пока не делали достаточно обоснованный запрос с требованием экстрадировать Максима Бакиева. Он заявил, что удовлетворить запрос об экстрадиции нелегко, а заявление кыргызских властей не соответствовало высоким стандартам. Кыргызстан не один раз просил Беларусь экстрадировать Бакиева, но там отказываются. В 2010 году президент страны заявил, что запросы кыргызских властей безнадежны и унизительны. Но несмотря на это, власти Кыргызстана все же виделись с Бакиевым. В феврале 2023 года президент Джапаров провел неожиданную встречу со всеми бывшими президентами Кыргызстана в Дубае. На ней присутствовал и Курмамбек Бакиев. Джапаров заявил, что такая встреча нужна ради укрепления единства в стране. Мол, народу нужно оставить политику и перестать делиться. На этом фоне граждане заподозрили Джапарова в попытке реабилитировать Бакиева. Ведь Джапаров начал свой политический путь в парламенте именно во времена президентства Бакиева. Около двух лет был советником президента, а позже стал и главой агентства по предупреждению коррупции. Джапаров от подозрений в связях с Бакиевым открестился и заявил, что ни от кого из бывших президентов не зависит. Президент уверил, что Бакиева арестуют, как только он приедет в Кыргызстан. Ведь нужно исполнять решение суда. Однако сам беглый президент считает, что повода для его ареста нет. Ведь любой международный суд его оправдает.